здравствуйте дорогие друзья сегодня мы будем вязать но не мушки так как один из друзей виталий шмелев получил посылку из китая и в качестве подарка ему там прислали вот такого типа и волки значит для многих это было я сколько не спросил у знакомых мало кто пользуется такими иглами за исключением я когда-то в свое время делал вот такие вот наборы это для бойлов для карповых рыбалок но учитывая то что еще у нас женой немножко верхний трикотаж поэтому я ужин и взял специально вот такой называется декер который связанными машинами идет там стоят вот такие аналогичные иглы с помощью которых происходит вязание в машине женщины используют для поднятия петель в колготах это раньше было но и для ремонта всевозможных изделий обычно я для себя вот как вы видите разные у меня здесь лапки я спит сперва подготавливая не у меня есть и немножко лишние лежат в коробочке а потом приступаю к вязанию но магазине иногда можно увидеть как продаются уже вот такие вот готовы с узелками перо фазана связать достаточно просто значит легче всего конечно но опять же под свои изделия муховязные мы делаем я обычно беру где щепотку где у меня вот допустим имеется две там три бородки от густоты какие лапки нужны ну а такие в основном вот пышные лапы как допустим я навязал они в основном нужны только лишь для имитации жуков и таких более крупных насекомых как пользоваться пользоваться достаточно просто сейчас я покажу один из своих методов как я допустим делал это и дело иногда лень лезть за иголкой с помощью вот таких вот ну то гнутого пинцета можно прямой какой угодно это не имеет никакого значения вот я оторву две бородки у меня здесь немножко такое бракованное перо битая не жалко что нам нужно нам нужно вот узелком вот их связать как вы видите вот мы должны сделать вот такую петлю положить а потом этот кончик в продеть чтобы получился узелок вот я гнутым пинцетом стараюсь залезть перетаскивая этот кончик и потом уже как перед затягиванием узелка я уже выбираю себе необходимую длину лапок угол обязательный только потом я подтягиваю с двух концов только лишь после этого у меня лапка остается в том положении в каком я затянул узелок здесь допустим если вы захотите себе вязать нет пинцета но есть игла здесь еще проще то есть вам не надо также бежать за пинцетом решать вопрос гнут и он или не гнут и удобно сделали вот такая обыкновенная петелька просто тонкий конец переложили сверху если он снизу значит наоборот нужно подтянуть берем нашу вот эту иглу которая прошла моему другу виталию в наборе продеваем ее а теперь смотрите что очень важно я беру цепляю крючком свои перышки и должен закрыться вот этот язычок иглы можно его рукой можно как вы захотите как вам будет удобно мы протаскиваем протащили схватили за кончики вот у меня образовалась вот такая петля петля уже готова точно также подтянули сколько нам нужно выбрали угол затянули и у нас вышла очередная вот такая вот лапка которая тоже годится для чего угодно если вы хотите для жуков быстро навязать но здесь у меня с этой стороны немножко короткий нот я щипну примерно 3-4 сколько здесь получится обородок это уже я не буду пересчитывать что я делаю точно так же я иглой закрыть не закрыть язычок не имеет значения беру захватываю перо для того чтобы нам сформировать вот петелька видите не отпускаю иглу опять у меня крючочек раскрылся мой захватываю теперь свободный конец пера и протаскиваю дальше вот смотрите видите все у меня уже здесь пошел узел но узел у меня там где вот он вышел там мы его и затянем то есть здесь мы не можем регулировать быстро точно так же можно их навязать при сноровке взяли обкрутили закрутили подхватили так подхватили продели но это получается как с двойным узлом но значительно крепче чем если бы мы делали накидные вот я сейчас пытаюсь выполнить как можно покороче чтоб он был вот как вы видите можно его длиннее короче как будет получаться если вам показать давайте я попробую на силиконе может так будет гораздо проще отрежем кусочек сколько ну давайте чтоб был не длинный не короткий жалко конечно выбрасывать будут теперь смотрите точно так же как я говорю обвернули открыли язычок чтоб можно было перебросить захватили закрыли язычок у нас образовалась как я уже показывал на пире вот такая вот колбаска с петелечкой теперь открыли язычок опять закрыли захватили протянули узелок у нас уже готов теперь мы как нам нужно выбрать угол точно также я из на силиконе когда вяжу узелки вот как вы видите у меня уже готовая лапка любой мушки уже готова принципе то есть при соответствующие сноровки только лишь знайте на промышленных вязальных машинах они бывают разной величины вот я специально вот положу чтоб вы видели с раскрытыми язычками вот разная игла разной величины это шестой класс потом идет чуть мельче 8 то есть чем выше число вязальной машины тем мельче игла это вот где-то приблизительно 10 12 класс на которых вяжется в такие как майки разные там футболки и все такое то есть нижний трикотаж достаточно найти любую не имеет значения какой должна быть величины это игла главное чтобы вы знали как ею пользоваться также вот допустим и на этом силиконе можно спокойно навязать вам не об необходимое количество этих узелков вот сколько вам нужно будет для вашей работы а потом спокойненько отрезать нужное для вас количество лапок сейчас мы еще одну сделаем лапку вот видите она еще не направленная поэтому я держу под тем углом под которым я должен сохранить и завязываем узел только потом сохраняется вот этот угол все здесь вот отделили все у нас получается уже как две две выйдет симпатичные лапки для нашего насекомого просто и быстро благодарю вас за внимание до скорых встреч